Друзья, все эти дрова могут стать вашими Становитесь участником розыгрыша в компании Форнакс Для этого нужно сделать покупку на сумму не меньше 15 тысяч рублей в магазинах Форнакс И в конце каждого летнего месяца среди наших покупателей мы будем разыгрывать машину дров Генеральным спонсором этой акции является компания Сиблидер Новосибирская компания, к которой мы сейчас приехали И зададим каверзные вопросы про дрова Друзья, какой дом без печки, какая баня без дров И мы приехали сегодня в гости в компанию Сиблидер Которые добрые десяток лет уже занимаются дровами И сейчас мы зададим самые каверзные вопросы про дрова Виталий, привет! Здравствуйте, Евгений! У нас в Сибири растет и сосна, елка Можно даже найти дубовые дрова, но вы занимаетесь именно березой Почему? Береза, конечно, обладает хорошей теплоотдачей Так как мы живем в Сибири, березы здесь много И она доступная, поэтому в основном мы ее используем Сосна и ель, конечно, тоже жаркие дрова Но они оставляют много копоти А береза это более такой экологически чистый продукт И не оставляет ничего в домоходе Тоже одна из причин, почему используем именно березу Когда лучше всего покупать дрова и когда их лучше заготавливать? Мы, конечно, работаем круглый год И в любое время можем вам привезти нужное вам количество дров Но я бы советовал закупаться именно после зимы Весной это самое оптимальное время Так как зимой мы их заготавливаем Они успевают немного подсыхать И к весне, когда вы заезжаете на свою дачу Или в частный дом, так сказать, выходите из зимней спячки Подготавливаете дрова на следующий год У меня в привычном моем понимании Заготовка дров это распилил, колуном наколол А как заготавливаете дрова вы? Все, конечно, начинается с наших дорогих поставщиков Они выкупают деляны в лесу И после этого начинают заготовку леса Выруб его и транспортировку до нашей базы в стволах После этого мы пилим их на уже чурки И далее происходит процесс расколки на дровоколе Ну а после этого уже происходит загрузка в машину И ваши дрова у вас Кстати, про доставку Давным-давно, когда я снимал еще дачу У меня не было своей дачи Я был вынужден покупать дрова Но не машинами А мне нужно было топить периодически баню И вот сейчас для зрителей канала Форнаксфилл Будет смешная картинка Как это у меня происходило Как вы доставляете дрова? Есть ли возможность человеку купить немного дров? У нас покупка вообще возможна от одного мешка Небольшой мешок весом 35-40 кг Мы его можем доставить вам в течение 20-30 минут В этом нам, конечно, очень помогает Яндекс.Доставка Быстро оформляем На телефоне 5-10 минут она подъехала 5-10 минут она у вас Это очень удобно Ну а тем, кому нужен уже приличный объем Мы доставляем от 2 до 30 кубов Кстати, важная тема Объем дров Давай поможем нашим зрителям определиться Особенно тем, кто еще только недавно подстроил баню Либо же достраивает дом Сколько дров ему покупать? Может быть, есть какой-то опыт? Опыт ваших клиентов? Все, конечно, индивидуально Ну, исходя из нашей статистики Большинству людей на год использования Хватает от 3 до 5 кубов Для стандартного домика Либо дачи Но также наше преимущество в том Что мы не только можем привезти вам дрова Но вы можете и сами к нам приехать То есть, если у вас есть свой автомобиль Может, даже свой грузовик Или просто вы поехали с друзьями на шашлыки И вам нужен мешок дров Вы к нам приехали И мы вам его загрузили И вы уже довольны Поехали жарить свои шашлыки Я сейчас набрал дров Как понять, что это хорошие дрова? Пахнут-то они здорово Тем более, только что прошел дождик Конечно же, они должны быть не гнилыми Потому что часто бывает такое Что не очень добросовестные продавцы Уже старую гниловатую березу продают У нас же хорошие, чистенькие И также кора Универсальный растопочный, так сказать, инструмент Сухость дров Сейчас, конечно, прошел дождик И они очень сухие Но они немножко полежат Денечек-два И будут отличные, сухие Даже постукивать У нас есть ряд комментаторов Которым нужны дрова Длиной до полуметра Длинные, здоровые Чтобы засунули Они у тебя чуть ли не сутки длили в печи Есть оптимальный размер дров? Ну, мы подумали о своих покупателях И поэтому мы уже вывели стандартный размер Это 30-35 сантиметров Самая оптимальная длина Ну и размерность Вы примерно видите Примерно толщина руки Может чуть больше Кстати, по поводу хранения дров Если так произошло Что вы закупили дрова В летнее время года Ну, само собой Они летнего сруба С пила И они сыроватые Я бы вам посоветовал их На вашем участке Разместить на южную сторону дома Чтобы они лежали побольше под солнышком И под конь-то навеси Как желательно Так сказать, ну, дровница И они у вас в течение Трех-четырех недель Будут такого же качества Сухие Я смотрю, за 10 лет Вы наработали не только кучу дров Наломали не только кучу дров Но еще занимаетесь другими Сыпучими материалами Да, мы также занимаемся Продажей инертных материалов Такие как щебень Песок Уголь Ну и доставляем это все По населению Что ж, Виталий, спасибо Спасибо, Евгений Я думаю, что вопросы Если останлись То наши зрители Зрители канала Форнаксфил Зададут их в комментариях И мы обязательно К вам приедем еще раз За дровами Приезжайте